На минувшей неделе мы снова изучали китайский автопром. Небывалой возможности для этого вдруг предоставила выставка автокомпонентов, прошедшая прямо в Москве. Почтили мероприятия и турецкие, и иранские компании. Хотя конкретных планов по самостоятельным инвестициям в российский автопром иностранцы не оглашают. Тем временем отечественный электромобильный стартап Атом вновь напомнил о себе. И не где-нибудь, а в официальном корпоративном издании КАМАЗа. АвтоВАЗа же торжественно собрал в Тольятти последний Ларгус и проводил семейство в Ижевск. Главным автомобильным событием минувшей недели оказалась выставка MIMS Automobility Moscow. Тут уместно будет вспомнить, что MIMS — это вообще-то Moscow International Motor Show. В девичестве — московский международный автосалон. Однако в нынешнем состоянии MIMS превратилась в выставку компонентов и автозапчастей. В прошлом году она нас удивляла крупным иранским стендам, а в нынешнем здесь действительно много китайцев. Если внутри китайцы представляют серьезные автомобильные концерны серьезных производителей компонентов, то вот с улицы показалось, что китайцы воспринимают проблемы нашего автопрома несколько привратно. Единственным российским автозаводом, почтившим выставку MIMS этого года, стал Автотор. Калининградское предприятие сейчас занимается сборкой продукции нескольких марок, а потому стенд вышел мультибрендовым. Центральное место на нём заняла марка KAI. Как уверяет Автотор, седан E5 нашёл своего покупателя, так что сейчас дилерам каждый месяц отгружают по тысяче машин. Чтобы закрепить успех, модель ждёт появления более доступных версий. А вот рыночный дебют других автомобилей пришлось отложить. Поскольку российские власти решили ужесточить законодательство, процедура сертификации новинок затянулась. И обещанные ещё весной кроссоверы появляются в автосалонах только сейчас. На роль бестселлера, безусловно, претендует паркетник KAI X3, что представляет собой перелицованный Chery Tiggo 4. Он оснащается атмосферным полуторалитровым мотором, с которым предложат пятиступенчатую механику и вариатор. Родственный KAI X3 Pro отличается иными бамперами, а также совсем другим салоном. Марка Bike также могла бы встретить гостей Мимса новинками, поскольку осенью на рынке должны дебютировать два разноформатных паркетника. Но их презентацию отложили до отдельного мероприятия, а на стенде выставили уже знакомые публики модели. Это бюджетный седан Bike U5+, компанию которому составил кроссовер X35, одноклассник Креты, и рамный внедорожник BJ40, идеологически копирующий Jeep Wrangler. Продажи этой троицы должны были открыться весной, но по факту стартовали только сейчас. И с маркой SWM или SVM тоже вышла заминка. По первоначальному плану дистрибуцией хотела заниматься дилерская компания обухов, которая вдруг вышла из проекта. И теперь автотор налаживает процессы своими силами. Первыми стартуют родственные паркетники SVM G01 и SVM G01F. Базовая модель датирована 2018 годом, а F-версия вышла год спустя и отличается более агрессивным дизайном да нюансами отделки. Позже настанет черёд более крупного SVM G05 Pro. Эта эволюция самой первой модели марки SVM образца 2016 года. Притом всем кроссоверам положена одинаковая начинка. Полуторалитровый турбомотор, семиступенчатый преселектив и передний привод. В прошлом году, когда европейские, японские и корейские бренды сбежали с российского рынка, этому немало возрадовались иранские компании. Исламская республика давно живёт под западными санкциями, а потому может предложить и готовые машины и отдельные компоненты. Кроме того, их специалисты были готовы оказывать консалтинговые услуги, предлагая схемы обхода ограничений. Сейчас можно признать, что ни иранские комплектующие, ни советы экспертов российским заводам не пригодились. Ведь часть необходимого согласились поставить китайские производители, а другую оперативно учатся делать отечественные фирмы. С готовыми автомобилями тоже вышла промашка. Так, в начале года петербургская фирма Best Motors собрала пресс-конференцию, чтобы объявить себя дистрибьютором иранской марки Saipa. Для справки, Saipa — это второй по величине автопроизводитель Ирана. Его производственную программу составляют дешёвые легковушки — настоящие рабочие лошадки. Новоявленный импортер Best Motors планировал начать продажи нескольких моделей и до конца года пристроить 15 тысяч машин. Но весной правительство ужесточило порядок упрощённой сертификации, поэтому рыночный старт моделей сильно задержался. Так, седанчик Saipa Shahin, который показывали посетителям прошлогодней выставки MIMS, только проходит сертификацию, а значит продажи стартуют не раньше следующего года. На выставке этого года экспозицию марки украшал родственный хэтчбэк Quick. Обе машины приходятся дальними родственниками малолитражки Mazda 121 40-летней давности, а формально даже не самой Mazda, а её корейскому клону Kia Pride, лицензию на который иранцы получили ещё в 90-х. По формату семейство напоминает Lada Granta — 90-сильный полуторалитровый атмосферник плюс пятиступенчатая механика или вариатор. На родине Quick стоит 5000 долларов, в Венесуэле — 6,5. Предполагалось, что в России хэтчбэк уложится в миллион рублей, но после недавнего повышения утили сбора и девальвации рубля рассчитывать на такие цены наивно. Более того, как стало известно на выставке, Saipa продолжает выбирать своего представителя в России. По-прежнему неясно, будет ли это дочерняя фирма иранцев или сторонняя компания. Как сообщает издание DROM, представители концерна Saipa пытаются уговорить АвтоВАЗ наладить выпуск модернизированного Рено Логана первого поколения, который недавно доработали иранские инженеры. Отныне модель Pars Hodra Cadilla L90 оснащается 16-клапанным мотором Peugeot и ручной коробкой Mitsubishi. Под смену агрегатной базы производитель вдобавок провёл грандиозный рестайлинг, полностью заменив оперение. Можно предположить, что в Тольятти от предложения воздержатся. Ведь первый Логан даже после вмешательства ближневосточных умильцев остаётся устаревшей машиной. Для многих россиян иранский машиностроительный концерн Iran Hodra, который сами иранцы называют IK Co, прочно ассоциируется со старой моделью Samant, которая ведёт свою родословную от Peugeot 405 конца 80-х годов. Однако прошлогодняя выставка MIMS доказала, что под этим брендом выпускаются и вполне современные машины. Точнее одна — седан TARA, представляющий собой переоформленный Peugeot 301 образца 2012 года. На этой платформе Stellantis свои машины по-прежнему выпускает. В этом году экспонатом MIMS стала более дорогая версия TARA. Такие продаются некоторыми дилерами, но поскольку полноценная сертификация не пройдена, то поставки идут малыми партиями — через оформление заключений об оценке единичного транспортного средства. Как выяснил телеканал Автоплюс, купить такой седан можно за полтора миллиона рублей. Но следующая партия должна прийти официально, а значит и ценник будет другим — выросшим примерно до двух миллионов. Импортером выступит московская фирма Mama Russo, которая помимо автомобилей занимается поставкой агротехники. В её планах, помимо седана TARA, также значится хэтчбэк Peugeot 207i, а это локальная вариация модели 206. Ещё одним любопытным местом на выставке MIMS оказался стенд марки Dunfen, где были выставлены лишь автомобильные агрегаты, в том числе полуторалитровый бензиновый турбомотор и преселективный робот, а также 11-литровый рядный 6-цилиндровый дизель и 14-ступенчатая грузовая роботизированная коробка. А помимо них ещё и совмещенный мотор-редуктор, применяемый на Volkswagen ID.3. По словам представителей китайской компании, они предложили свои компоненты вазу, газу и даже каме, которые теоретически могут пригодиться элементы силового привода. Но заинтересовались ли этим предложениям наши заводы неизвестно. Кстати, о наших заводах. Когда автовазом владела группа Renault, французы решили, что следующее поколение Нивы должно базироваться на платформе Duster, и такую машину почти успели довести до заводского конвейера. Но теперь подобное родство по причине санкций стало недопустимым, а потому проект заморожен. И сейчас вазовцы спешно создают кроссовер на базе Весты, а также занимаются продлением жизненного цикла старушки Нивы. Важным пунктом программы является внедрение новых моторов. Это заслуженные атмосферники от переднеприводных моделей, но развернутые продольно. Смена движков, разумеется, требует перекомпоновки подкапотного пространства. Как уверяет паблик Автоград Ньюс, недавно автоваз запустил программу испытаний внедорожников, оборудованных 90-сильным двигателем 11182. На заводском полигоне близ села Сосновка проходят тесты двух таких машин. Визуально будущая новинка ничем не отличается от серийных аналогов. По предварительным прикидкам выпуск товарных экземпляров может начаться примерно через год. Той версии Нивы, над которой работает ателье Lada Sport, достанется более мощный агрегат – 122-сильный 16-клапанник 1.8. И этот автомобиль, если верить сообществу Автоград Ньюс, должен сильно отличаться от нынешнего внедорожника. Ожидаемая Нива Sport получит доработанный вариант шасси, а также более яркую внешность, с большими колёсами, оригинальным обвесом и шноркелем. На создание оспортивленной модификации также наверняка уйдёт около года. Не анонс, а уже свершившееся событие. В Тольятти окончательно прекратили выпуск семейства Largus. Однако жизненный цикл модели должен продолжиться, так как выпуск машин будет перенесён на завод Lada Ижевск. На то, чтобы собрать прощальную партию из 650 машин, ушла ровно неделя. В понедельник рабочие начали сборку, а в пятницу закончили. Как выяснил Автоград Ньюс, сделать удалось лишь базовые комплектации. На сайте марки Lada указано, что базовый универсал стоит 1 миллион 300 тысяч рублей. Но дилеры говорят, что за прощальным тиражом натурально выстроилась очередь. А значит, реальные цены будут сильно отличаться от рекомендованных. Больше всего продавцы ждут поставки фургонов. Ими хотят закупиться впрок компании, что уже давно эксплуатируют вазовские грузовички. При всём разнообразии параллельного импорта замены коммерческому Largus до сих пор не нашлось. При этом экземпляры ижевского производства появятся не раньше следующей весны. Так что ажиотаж вокруг последних тольяттинских машин вполне обоснован. В набережных Челнах выходит газета «Вестник КамАЗа», которая, как нетрудно догадаться, обычно освещает жизнь грузового автогиганта. И в ней вышел огромный материал об электрокаре «Атом», что разрабатывается фирмой КамА. Напомним, что «Атом» — это четырёхметровый пятидверный кросс-хэтчбэк. В его основу ляжет заднеприводная платформа, для которой готовится электромотор российского производства и тяговая батарея компании «Ренера». При подготовке статьи журналисты опросили ключевых персонажей — от генерального директора до главного маркетолога КамА, так что публикация принесла несколько интересных подробностей, касающихся проекта. Так, например, было впервые объявлено, что идея отечественного автогаджета принадлежит лично главе КамАЗа Сергею Кагогину, с замыслом которого согласился директор по развитию автозавода Ирек Гумеров. Вопросы финансирования, о которых раньше говорилось весьма расплывчато, тоже раскрыты. Выяснилось, что Сергей Кагогин поддержал будущий «Атом» личным кошельком, вложив около миллиона долларов. Его примеру последовал бывший участник российского списка Форбс Рубен Варданян. Отдельно упоминается, что акционеры-производители грузовиков разрешили выделить на развитие «Атома» сразу 360 миллионов рублей. Небольшой сенсацией стало заявление, что для выпуска новинки не будут строить отдельный завод, а воспользуются мощностями некоего индустриального партнёра. Хотя сразу этого партнёра не назвали, но позднее выяснилось, что серийное производство электромобилей разместят на автозаводе «Москвич». Последний выступит контрактным сборщиком, то есть будет получать комиссионные за каждую собранную машину. Ещё одной новостью оказалось то, что создатели машины вдобавок готовят и полноприводную версию. Её, помимо основного 150-киловаттного двигателя, оснастят вторым электромотором мощностью 60 кВт. Вообще, на стадии проектирования заложены несколько версий, что будут отличаться оформлением салона и программным обеспечением для такси, доставки, каршеринга и других областей применения. Персонализацию машины под конкретный образ жизни идеологи «Атома» считают одним из базовых запросов. Для частного владельца машина должна стать гаджетом, а бизнесменам даст возможность самой тонкой настройки. В этом году фирма Кама планирует создать около 10 функциональных прототипов для разных сфер деятельности. Первые серийные экземпляры должны сойти с конвейера во второй половине 2025 года, над чем сейчас работают порядка 600 специалистов.